Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был грешок. Да он, можно сказать, толком-то и не разглядел свою невесту. Да по совести говоря, он её без шляпки, без пальто никогда и не видел. Потому все главные события на улице произошли. Ну, а познакомился Володька Завитушкин с своей невестой в трамвае. Дней за пять до брака. Сидит он в трамвае и видит перед ним этакая девица, вырисовывается. Ну, ничего себе, такая девица, аккуратненькая, в зимнем пальто. Ну, и стоит эта самая девица в своём зимнем пальто, перед Володькой Завитушкиным, и за ремешок держится, чтобы пассажиры её не опрокинули. А другой рукой пакет груди прижимает. Ну, а в трамвае давка, пихаются, стоять прямо, скажем, нехорошо. Он её и пожалел. Присаживайтесь, говорит, ко мне на дно колено. Ну, так, легче будет ехать. Нет, говорит, мерси. Ну, тогда, говорит, давайте пакет, кладите его ко мне на колени. Ну, всё легче будет стоять. Видит, и пакета не отдаёт. То ли опасается, чтобы не упёр, то ли ещё чего. Ну, глянул, ещё раз на неё Володьку Завитушкин, и обалдел. Господи, какие, думают, бывают миловидные девицы в трамваях. Едут они так, две остановки, три или четыре. Вдруг видит Володька. Барышня стала к выходу тискаться. Ну, встала и Володька. Вот тут-то у выхода их знакомство и состоялось. Познакомились, пошли вместе. И так у них это быстро получилось, без всяких затрат, что через два дня он ей предложение сделал. Ну, сразу она согласилась или нет. Только на третий день они пошли в гражданский подотдел и записались. Ну, после записи пошли к мамаши на квартиру. Ну, а в квартире уже полная суматоха, стол накрывают, гостей много. В общем, семейное торжество. Молодых ждут. А Володька Завитушкин свою молодую жену-то ещё в прихожей из вида потерял. А тут, как на грех, набросились всякие мамаши, родственники. Ну, давай поздравлять, в комнату тащить. Привели в комнату, расспрашивают, руки жмут. Ну, спрашивают, в каком союзе он находится. Только видит Володька, никак ему не определить, какая из них его молодая супруга. Ну, девиц-то в комнате много. Все вертятся, все омотаются. Ну, а с улицы-то со света. Ну, убей бог им не разобрать. Стал Володька ходить по комнате между девицами. Ну, то к одной толкнётся, то к другой. Ну, а держаться довольно неохотно и никакой радости не выказывают. Ну, Володька даже немного испугался. Господи, думает, на чём засыпался. Жену не могу найти. Ну, а тут ещё родственники начали шептаться. Это какой-то ненормальный молодой. На всех девиц кидаются. Ну, встал Володька около двери и стоит в полном упадке. Спасибо, думает, если сейчас начнут за стол садиться. А хоть что-нибудь определится, ну, который рядом сядет, да, значит, и есть. Вот хорошо бы он та белобрысенькая. А то подсунут какое-нибудь дерьмо. Ну, потом и живи с ним. Ну, а тут гости стали за стол садиться. Ну, мамаша Христом Богом просит немного подождать, не садиться. А на гостей прямо удержу нет. Так и кидаются на жратву и на выпивку. Волокут Володьку на почётное место. Ну, а вот так вот рядом, сбоку, сажают девицу. Поглядел на неё Володька, ну, и отлегло у него от сердца. И что думает, какая? Недурненькая. Так, без всякой шляпки, ей даже лучше. Нос не так наружу просится. Ну, от полноты чувств Володька нацедил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться. Вот тут-то главное событие и развернулись. Начались разные крики, вопли. Это, кричат, какой-то ненормальный сукин сын. На всех девиц кидается. Молодая супруга ещё к столу не вышедшей. Прибирается, а он уже вон стал с другой упражняться. Ну, Володьке всё бы в шутку превратить. А он обиделся. Ну, его в суматохе какой-то родственник по затылку бутылкой тиснул. А бес вас разберёт, кричит. Просажали тут разных баб, а мне разбирайся. А тут и невеста выходит. В белом балахоне и в ручках цветы держит. Ах, так, говорит? Ну, тогда вам это выйдет боком. Ну, и стали, конечно, родственники Володьку из квартиры выгонять. А он кричит, подождите, ну, дайте хоть пожрать. Ведь с утра же я не жравший по такой конетели. Ну, родственники поднажали и сыпали Володьку на лестницу. На другой день, после работы, пошёл он в гражданский подотдел и развёлся. Ну, там его, конечно, сказали пару кислых слов. Хотя, говорят, и бывают такие вот легкомысленные браки. Но впредь так не поступайте, а то под суд попадёте. Ну, и тут же его развели. Так что он теперь опять холостой и может жениться на желающих.